Что касается гиалуронидаза, гиалуронидаза это фермент, который насильственным способом разрушает, вот она воздействует на кислородную связь. Гиалуронидаза у нас с Вами работает с фиброзом, поэтому при застарелом, когда уже фиброзируется препарат, мы с Вами тоже можем использовать гиалуронидазу. Гиалуронидаза это ферментативный препарат, мы с Вами всегда будем делать пробу на гиалуронидазу, но знайте о том, что есть случаи в зависимости от препарата, что может быть отрицательная аллергическая реакция на гиалуронидазу, но на момент в виде гиалуронидаза может быть, к сожалению, такой случай. Такие случаи были, но препарат сейчас, по-моему, этим препаратом уже его отозвали с работой с российским рынком, насколько я знаю, он официально уже запрещен к работе, это буквально случай был в 3 года назад. Вот, поэтому здесь, конечно, безопасность выбора препарата очень важна. Вот у гиалуронидаза. Если Вы принимаете решение о введении гиалуронидаза, есть два препарата, которые мы с Вами можем использовать. Это препарат лангибаза или препарат лидаза. Часто в компании продается гиалуронидаза непонятного происхождения. Вот если есть уже какая-то проблема, Вы принимаете решение, то есть Вы не цельницы просто лечите, да, а Вы принимаете решение о том, что Вам нужно убирать препарат, рекомендую использовать аптечный препарат. Препарат лангибаза, сухой препарат, как и препарат лидаза. Препарат лангибаза в флаконе содержит 3000 международных единиц. Препарат лидаза содержит 64 условные единицы. Если мне необходимо применить гиалуронидазу, я предпочитаю работать препаратом лангибаза. Он более очищен, но менее дает отеков на момент биодеградации препарата. Продолжение следует...